Привет, Кирилл! Привет, друзья, кто смотрит наше видео. Мы начинаем, по-моему, девятое уже видео по программированию в 2016 году. Мы изучаем язык хаскел и программирование на нем. Вот из наших конструкторов можно делать вот такие прикольные штуки. Но сегодня у нас достаточно занимательная тема. Если вы помните, прошлая тема была подсчет частот N-грамм на языковых текстах. То сегодня мы рассмотрим обратную задачу. То есть у нас есть N-граммы, мы будем при помощи них генерировать текст. Но текст взят в кавычки, поскольку это будет не совсем текст. Но перед тем, как я поставлю задачу, мы посмотрим то, что мы уже научились, что мы умеем делать. Во-первых, это программы. Мы научились писать программы, которые общаются с пользователями. На основе этого мы научились разрабатывать простенькие интерактивные игры. И кое-что вспомнили из области криптографии, о чем мы изучали год назад. Итак, постановка задачи. Сегодня мы решим многошутливую задачу, поскольку будем генерировать текст на основе N-грамм. В итоге будет получаться некоторый текст примерно такой же, как говорит этот прикольный персонаж из игры «Зомби против цветов». Как он там говорил. Текст примерно будет вот такой. Итак, немножко теории. Корпус текстов. У нас есть некий естественный язык, и нам нужно на основе него составить N-грамм. Для этого берется корпус текстов. Что такое корпус? Это набор текстов на заданном языке, который отвечает определенным критериям отбора. Такими критериями могут быть, например, текст одного писателя. Это корпус текстов вот этого конкретного писателя. Или вот другой пример. Русские народные сказки. Все русские народные сказки формируют один большой корпус текстов, посвященный народному фольклору. Его можно делить там под корпусы, ну вот, называется так. Плюс там еще научно-технические обзоры, полемические статьи в блогах. Классическая немецкая философия. Тоже представляет собой корпус текстов. Вероятность. Что такое вероятность? Вероятность – это количественная оценка возможностей наступления некоторого события. Ну, простое понимание вероятности дает, например, монета. Бросая монету, мы имеем две возможности. Она либо ляжет одной стороной, либо другой стороной. Соответственно, две возможности равновероятны. То есть, 50% она может лечь одной стороной, 50% другую. Если мы бросаем кубик, у нас есть 6 равновероятных возможностей, которые кубик может… Какое число кубик может показать? От одного до шести. Соответственно, 100 делить на 6 – вот это будет количество выражения вероятности того или иного исхода. Условная вероятность – это вероятность наступления некоторого события при условии, что какое-то другое событие уже произошло. Это тоже важный момент, при помощи чего его можно иллюстрировать. Ну вот, допустим, если у нас есть две монеты, мы их можем кидать одновременно. И у них есть 4 разных вероятности исхода. Решка-решка, решка-орел, орел-решка, орел-орел. Вероятность попадения того или иного исхода – 25%. А если у нас одна монета уже зафиксирована, то это была вероятность нападения орла и решки у другой монеты. Она не меняется, вот такая же 50 на 50, потому что эти два события независимы. А вот если есть зависимые события, то там вероятность немножко по-другому считается. Но это мы сегодня рассматриваем в этой изучательной структуре. Итак, про вероятность я рассказал. Теперь описание алгоритма. У нас есть N-граммы, построенные на корпусе каких-то текстов. И последовательность действий для генерации текстов на основании этих грамм – N-грамм такая. Сначала мы получаем значение N, то есть мы хотим понять, на каких именно N-грамм мы строим текст. И получаем объем текста. Сколько текста построят? Брежка, тысяча символов. Дальше мы генерируем текст за данный объем и выводим его на экран. Вот на экране ты видишь розовую процедуру, которую мы дальше рассмотрим. Это генерация текста. Выглядит она вот так. В процедуру генерации текста мы передаем объем текста, сколько мы его хотим сгенерировать, и, собственно, N-грамма, прочитанный из файла. Алгоритм действует следующим образом. Из всех N-грамм в этом файле N-грамм мы выбираем одну случайную образу. Вот там, допустим, 100 тысяч N-грамм разных. Одну из них мы должны выбрать с абсолютно случайным образом. И дальше мы организовываем цикл, пока не достигнут заданный объем текста, запрошенный объем текста. Например, тысяча символов. Мы выбираем случайным образом следующую букву на основании нашей N-граммы. Допустим, у нас N-грамма... Ну, N равно 3, допустим. И мы выбрали первую N-грамму вот такую. И следующая N-грамма у нас должна быть с таким... Сейчас я объясню. Вот если первые 3-грамма у нас красный, желтый, зеленый, то следующий символ мы должны выбирать из N-грамм, которые начинаются с желтого и зеленого. Какой символ из них может быть, допустим, в нашем корпусе N-грамм? Две N-грамма, начинающихся с желтого и зеленого. Соответственно, следующий символ может быть желтый, а зеленый или красный. То есть у нас должен произойти равновероятный выбор из вот этих двух N-грамм. Зеленый или красный. Мы должны... Итак, мы должны взять вот эти два символа. Последние символы N-граммы, кроме первого. Найти все N-граммы, которые с этих символов начинаются. То есть посмотреть их количество, в данном случае две. И равновероятным выбором выбрать один из вариантов. Вот в этом как раз и заключается условность вероятности. То есть мы сначала... Мы знаем, какие символы начинаются и должны выбрать условную вероятность того, каким символом N-ва должна заканчиваться. В данном случае у нас всего два выбора, и это можно осуществить монеткой. Допустим, орел будет красный, а решка зеленый. И вот мы таким образом выбрали следующий символ. Об этом и говорит алгоритм, написанный на экране. Давай его... А, вот так вот осуществляется выбор. У нас есть N-1 грамма. Вот когда мы выбираем N-граммы, мы должны взять N-1 грамма, да? И выбрать все символы, которые могут быть следующие за ней. Вероятность появления этих символов, сумма вероятности появления каждого символа, она, естественно, единица. Нам нужно выбрать один из них. На самом деле, вот я рассказывал, что вероятность равновероятна, на самом деле это не так. Она зависит от частоты проявления N-грамм в языке. И в корпусе N-грамм это все записано. Как пример, если у нас есть 3 грамма абак, то, допустим, в корпусе 4 грамм записано 4 разных вариантов. Абаж, допустим, абажу, абак, абакан, абан, кабан или абая. Допустим, ну какой-нибудь прилагатель. Так вот, вероятности проявления каждого следующего символа не равны друг другу. Они могут быть разные в зависимости от того, сколько каждые 4 грамма проявляется в языке. Это записано было в нашей предыдущей задаче, когда мы считали частоты N-грамм. И пусть это, допустим, G 0,15, то есть 15%, K 0,25, N 0,50 и Я 0,10. Сумма их должна равняться единице. И вот, соответственно, мы должны подкинуть кубик со 100 гранями, на 15 из которых нарисована буква G, на 25 из которых написана буква K, на 50 из которых написана буква N, и на 10 из которых написана буква Я. Вот если мы такой кубик гипотетически сделаем и подкинем, какая грань на нем выпадет, то следующая буква и происходит. Реализуем этот алгоритм. Опять же, я показываю текст на экране, ты останавливаю и переписываю его к себе, потом будем запускать. Реализовываем. Это следующее. Достаточно сложная программа, все будет. Следующее. И, по-моему, и следующая. Функция Mane. Так вот, я уточню. Достаточно сложная программа, ты ее должен всю переписать, с ней поиграться. Объяснять ее я не буду, потому что она... Я действительно немножко перемудрил сегодня с задачей. Она не такая простая, как можно было бы объяснить на пальцах очень быстро. Просто по тренируйся, запускать программу на языке хаспу и как-то взаимодействовать с ней. А мы посмотрим результат выполнения этой программы. Как ты помнишь, в прошлый раз мы сделали корпус трех грамм на тексте Гарри Поттера «Философский камень». Так вот, если я хочу сгенерировать текст, состоящий из тысячи символов, вот на этом, на этой корпусе грамм, получается примерно вот такой текст. Тут много разных слов непонятных. Ну вот, отразобе, сеголо выдавшей, вздет, кстанье, сейки роихся. Почему так происходит? Потому что очень маленькое n. Если у нас будет n равно 2, будет еще более непонятное. Если n равно 1, в принципе непонятно. Ничего. А чем больше n, допустим, 5, 6, 7, тем больше понятнее будет текст. Если n будет равно, там, например, 20, то мы вообще будем получать целые отрывки из Гарри Поттера. И иногда они будут, как бы, перескакивать друг на друга. В общем, ты должен поэкспериментировать с этим. Ты интуитивно поймешь, что происходит. Итак, вопросы для самоконтроля. Первое. Что такое n-грамма? Второе. Что такое кистограмма? Третье. Что такое условная вероятность? Четвертое. Что нужно использовать для выбора следующего символа при генерации текста заданного объема? И пятое. Почему использование метод нельзя назвать настоящей генерацией текста? Ну, подумай. Ответь на эти вопросы. И задачи. Дополнительные задачи. Они важны. Реши их сам. Первое. Напиши функцию для построения n-грамм для слогов и для отдельных слов. То есть, если раньше мы строили n-граммы для отдельных символов, букв, то теперь построим n-граммы для слогов и для слов. То есть, символом является слог или слог. Собери статистику для n равно от 2 до 10 для слогов и для слов. Сгенерируй тексты по n-граммам для слогов и для слов для различных n. Тоже поэкспериментируй. Это очень интересно. И напиши отчеты по результатам проведенных экспериментов. На этом все. Всем спасибо. Пока.